Привет! Мне часто приходят вопросы как в интернете, так и в живую люди задают Почему я делаю все так, как ты рассказываешь, но у меня ничего не получается? На самом деле, этот ответ очень прост Вы делаете не совсем так, как я говорил Теперь остановимся уж очень подробно на технике Первое, с чего стоит начать всегда, это хват вашего удилища Я взял специально праворульную катушку, чтобы показать Вот такой вот хват, когда триггер идет между указательным и средним пальцем Он наиболее правильный с точки зрения техники заброса Потому что тут уже через средний не возьмешься, не получается Триггер берем обязательно через указательный палец И дальше Обязательно Это очень важно Особенно если вы не знаете, не умеете, у вас не получается Делайте в точности, как я сказал И у вас сюда все получится Удилище разворачиваем так, чтобы рукоятка была вверх, если это праворульная катушка Либо вниз, если леворульная То есть вот таким вот образом направили на удилище То есть кольца строго вбок Строго вбок Никаких вот на три четверти, наполовину Не надо этого делать Для чего это делается? Делается это по нескольким причинам Во-первых, это предохраняет вас от того, что катушка захлопывается Потому что если у вас катушка вбок рукояткой При резком движении Она может рукояткой под своей массой провернуться Особенно если вы ставите удлиненную рукоятку Как я обычно ставлю Может повернуться и захлопнуться Ну и будет просто неприятно И второе, это для техники Смотрите Вот ваша рука Когда вы держите катушку вот таким вот образом Ваша амплитуда движения и легкость вашего движения Вот в этой плоскости она скована Потому что рука вот здесь работает не очень хорошо И мышцы, не только даже кисти Но и локтевой сустав, и плечевой сустав Он повернут немножко неправильно То есть вот это такое положение Оно не очень естественно Оно естественно для того, чтобы четко что-то держать То есть там схватить, да И вот таким вот образом держать Но для того, чтобы манипулировать этим Манипулировать предметом Оно не очень годится Поэтому, собственно, мы поворачиваем Разворачиваем руку То есть вот ставим горизонтально Да, в нее вкладываем удочку И хватаем И тут у нас появляется Очень большая амплитуда Для манипулирования приманкой Значит дальше К чему это подводит нас? Это нас подводит к тому Что мы таким образом можем Спокойно делать круговое движение удочкой Я сейчас показываю в этой плоскости Но плоскость в данном случае нам не важна Мы можем как горизонтально, так и вертикально Делать это движение Оно получается гораздо проще Гораздо легче и гораздо натуральнее Вот так вот сделать просто неудобно Тут же мы можем просто кистевым движением делать Если вы взяли в правильный хват У вас четкое кистевое движение Очень амплитудное То есть просто вот этим кистевым движением Даже без участия локтя Без участия плеча Можно уже делать заброс Покажу Вот кистевое движение С движением назад мы загрузили удочку То есть разогнали приманку в обратном направлении Приманка вот так вот по дуге Пошла, 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 пошла И за счет своей инерции она дополнительно нагрузила удочку И запасла дополнительную энергию И в тот момент, когда изгиб максимальный Мы делаем движение навстречу То есть вот у нас кончик удилища при забросе Мы делаем мах назад По дуге приманка идет в обратную сторону То есть нам за спину Дальше по инерции начинает сгибать удочку И в этот момент мы делаем усилия вперед То есть мы еще сильнее сгибаем удочку Это позволяет нам гораздо больше энергии Запасти само удилище Я уже приводил такой пример Представляешь, что это лук То есть мы как бы еще Вот как мы стреляем из лука Ну любые люди стреляли из лука Вот то же самое, что мы сильнее натянули лук Если мы сильнее натягиваем лук Значит, соответственно, стрела у нас полетит дальше Так же и с приманкой Если мы сильнее загрузили Приманка у нас полетит дальше Второй момент Когда у нас удочка вот таким вот образом Более сильно изогнута Как мы говорим на нашем сленге загружена У нас получается более правильный Более плавный старт То есть нет вот этого вот Нет резкого рывка Как у спиннингистов За счет вот этой загрузки бланка Рывок он сам убирается Теперь забрасываю одной кистью Движение назад И ускорение вперед в противоход Назад, вперед Несколько раз Вот таким вот образом делаем Назад, вперед Назад, вперед Назад, вперед И бросаем Блин, на камеру конечно не очень хорошо получилось Там в конце перебежечка Ну ничего страшного Конечно одной кистью бросать не надо Тут мне немножко неудобно Мне пришлось от ветра в парке спрятаться Так что уж простите Конечно одной кистью бросать не надо Лучше подключать Все свое тело То есть мы сначала потренировались Вот именно вот этому кистевому движению Туда-сюда В противоход Чтобы как бы раскачать Поймать амплитуду Нужную Дальше уже подключаем всю руку То есть мы вот от этого движения Переходим на движение всей рукой То есть мы вот к кистевому движению Еще добавляем движение предплечья и плеча Всей нашей руки Если приманка тяжелая То ну там какой-нибудь джиг Которым сейчас многие ловят Я в том числе Это тяжелый там 50 грамм Вы просто ну руками бросать всю рыбалку Будет ну просто тяжело Поэтому волей-неволей приходится уже включать Весь весь корпус заброса И также можно ну для большего удобства Для стабилизации И для увеличения скорости рывка Добавлять вторую руку Которая не держится вот за заднюю часть бланка А просто накладывается То есть она помогает дополнительно Придать ускорение Вот таким вот движением Просто вот таким Держаться за нее не надо Вы держите удочку своей основной рукой А вторая Я буду называть ее передней То есть передней рукой вы держите удочку А задняя вам просто стабилизирует бланк Чтобы он ну лишний раз не гулял В той плоскости В которой нам не надо То есть у нас плоскость заброса вот такая Чтобы он вот так вот не отклонялся Вы как бы за заднюю часть стабилизируете И дополнительным вот таким вот движением Ускоряете То есть кистевое движение Обязательно повторяйте это много раз Пока у вас не получится Вы должны почувствовать Что у вас приманка аж пытается сорваться То есть вы нажали на клавишу Держите шпуль Вы должны чувствовать Что у вас прям приманка должна Срываться Из-под вашего пальца Скользить как бы То есть вы вот это движение сделали Дальше Добавляем плечом Ну предплечьем и плечом То есть всей рукой И целиком корпусом Да я утрирую Большинство из вас не будут так бросать на рыбалке Но если у вас не получается Если вам нужно научиться Делайте сначала так А потом уже когда вы поймете Когда ваш мозг поймет Все обратные сигналы Которые вот с помощью удилища Передаются вам в руку Когда мозг уже поймет Что вот в такой ситуации бланк загружен Вы будете бросать как вам угодно Но тренируйтесь именно так Если у вас не получается То есть еще раз Кистевое движение Движение Всей рукой Добавляем корпус и вторую руку Выполнили заброс Идеально Никаких перебежек Я сейчас вообще от ветра Спрятался в парке Потому что ну просто У нас отвратительная погода Прямо 7-8 метров В секунду ветер На вот даже не выйти Собственно поэтому И получается В сезон записать вам ролик Еще раз показываю Кистевое движение Движение рукой Движение идет такое Вы тянете на себя Руку И в конце добавляете уже кисти Это очень похоже на Работу хлыстом Представьте что у вас там Удочка это хлыст И опять же говорю Что если у вас не получается Удочка не хлыст Сразу говорю Но представьте что у вас это хлыст То есть вам нужно его Загидеть назад И толкнуть Ну бросить вперед Назад Вперед Еще раз Кистевое движение Движение Всей рукой И добавляем вторую руку И целиком корпус То есть я Корпусом тяну назад Дальше у меня идет рука И дальше у меня идет кисть И в крайней задней точке Я начинаю движение обратное То есть корпус Рука Кисть То есть вот оно На себя потянул От себя На себя От себя На себя От себя На себя От себя Я понимаю Что это может выглядеть Несколько комично Но Для понимания техники Опять же Если у вас первого урока Не получается Я очень подробно Разжевываю Специально для тех У кого не получается Теперь быстро Как это выглядит В принципе в жизни Как я сам бросаю Да Аблитуда Конечно была Несколько не такая Как Я показывал Медленно Ну блин Медленно и быстро Сделать Очень тяжело Ну в смысле Одинаково Сделать Медленно и быстро Еще раз Вот Взяли Через Указательный Палец Удочку Развернули Кольцами Вбок Кисть у нас Вот так Повернут Движение Кисти Движение Руки Движение Всего Тела Сейчас покажу Издалека Надеюсь Будет Понятнее Теперь быстро Нормальный Заброс Никаких проблем Таким же образом Можно делать И боковой Заброс И Заброс Из подмышки Боковой Заброс То же самое То есть Соответственно У нас Плоскость Изменилась То есть Раньше у нас Была вертикальная Плоскость Теперь плоскость Горизонтальная Мы Руку разворачиваем В той же плоскости Теперь кольцами Вверх И Делаем Опять же Кистевое Движение Вот оно Кистевое Движение Потом Добавляем Руку И вторую Руку Руку С корпусом Боковой Заброс Как вы видите Никаких проблем нет Надеюсь Что Вот такого Объяснения Вам хватит Для того Чтобы у вас Все получилось Все Удачи Пока Пока